Всем привет! Мотосезон не за горами, и в преддверии сего события мы хотели бы вам показать 5 лучших мото на дачу, чтобы просто покататься на ней по выходным. Итак, начнём! В средней полосе России мотосезон открывается, как правило, 1 мая. Это приятное время года, известное всем как майские праздники, для многих означает и первые вылазки на дачу. Снег уже сошёл, греет солнце, на свежем воздухе, благодать. У многих людей в России есть частные дома, в которых живут круглый год, но для дачника – владельца более простого и доступного загородного жилья. Это время означает начало другой жизни, летней, гораздо более интересной, чем несколько месяцев холодной и хмурой российской зимы. Дачники – это люди разных возрастов и поколений, со своими интересами. Люди постарше любят работать в огороде, выращивать урожай. Молодёжь предпочитает использовать дачу скорее для отдыха с музыкой и другими развлечениями. Дачная жизнь прекрасно подходит и для использования мототехники. Съездить на речку, в магазин или просто прокатиться по лесу или полю – для всего этого с учётом российских просторов подходит двухколёсное транспортное средство с мотором, наверное, даже больше, чем просто велосипед. Место на даче, как правило, ограничено. Это не частный дом, где, как правило, есть большой гараж. На дачных посёлках есть, как правило, сторож, видеокамеры. Но в сознании дачников постарше всё ещё живёт мысль о том, что что-то ценное на даче лучше не оставлять, поскольку есть опасность кражи. Да и в целом, хоть и дачи бывают разные по размаху, некоторые по своей стоимости превышают стоимость загородного дома. Но если говорить про обычного человека, тем более про тех людей, которые в летнее время стоят в очереди в ожидании загородного автобуса или маршрутки, то массовый российский дачник – это человек, который тратит деньги, как правило, более рационально. Давайте рассмотрим, какую же мототехнику обычно покупают российские дачники, чтобы она соответствовала хотя бы этим базовым критериям. Доступная цена, небольшие габариты и масса, дешёвое и простое обслуживание, минимальный расход топлива, простая конструкция, универсальность. Мопеды. Чаще всего покупают мопеды. Вспомнить хотя бы всем известную Альфу. Мопеды помимо того, что соответствуют критериям массового дачника, проще по своему юридическому статусу, их не надо регистрировать в ГАИ, получать специальные права. Мопедные права категории М присваиваются автоматически при наличии прав любой категории старше, например, Б. Не надо делать страховку и техосмотр, не надо платить транспортный налог. Если нет необходимости гонять по просёлочных дорогам на большой скорости или козырять крутым внешним видом своего железного коня, то мопед вполне годится как простое или, как ещё говорят, утилитарное транспортное средство. В то же время стоит сказать, что мопеды в продаже есть разные, на любой вкус и кошелёк. Самые простые типа Альфы хороши минимальной ценой и повсеместным распространением недорогих запчастей. Но если хочется что-то покрасивее и посовременнее, то можно рассмотреть мопеды семейства Colt X-Trail. А если хочется мопед покрупнее, например, при высоком росте и более серьёзной конструкции, то можно рассмотреть такие варианты, как мопед Sigma. Что из этого можно посмотреть? Модели подешевле, Flash, Swift, Raid. Модели чуть поновее, Rubicon, Forrester, Vortex. Поинтереснее, Colt и Colt 2. X-Trail. Покрупнее, Sigma, Nordwing, Stingray. Питбайки. В районе дачных посёлков всегда можно увидеть группы подростков, гоняющих на красивых и громких питбайках. Этот вид транспорта предпочитают скорее не сами дачники, а покупают подросткам, которые проводят летние каникулы на даче с родителями или с бабушками и дедушками. Питбайк выглядит, конечно, намного интереснее какого-нибудь мопеда Альфа и едет по лесной грунтовке на скорости, он тоже интереснее. Но есть и нюансы, которые ограничивают применение питбайков. Конструкция не очень подходит людям постарше. Более спортивная посадка, узкое седло, нет багажников, более жёсткая подвеска, редко бывают приборные панели и светотехника. Помимо этого, питбайки имеют спорный юридический статус. В отличие от мопедов, они не сертифицированы для дорог общего пользования и формально ездить на них мимо патрульной машины ГИБД нельзя. Но по факту, в России к питбайкам привыкли, и если уж человека на питбайке остановили, то он него требует хотя бы наличия базовых вещей, наличия прав, в данном случае уже мотоциклетных категории А или А1 до 125 кубов. И шлема на голове, что, конечно, тоже не всегда бывает в наличии у питбайкеров. Что посмотреть? Кайо, БСЕ, Иксмотос. Скутер. В разговорном языке так уж повелось, что такие понятия, как скутер и мопед, для многих людей неразделимы. Скутеры многие тоже называют мопедами. По определению в ПДД, это тоже так для скутеров до 50 кубов. Таких в продаже большое множество, в основном китайского производства. Но по конструкции, это очень разные транспортные средства. Скутер, по своему определению, это более простой транспорт, типа сел и поехал, у него нет коробки передач. А есть вариатор, то есть он едет просто при повороте ручки газа, как электрический самокат, например. Посадка, как на табуретке. Простой скутер, каких в продаже множество, имеет те же базовые плюсы, что и мопед, и по дачным поселкам их катается множество, но есть и особенности, ограничивающие применение скутеров. Так сказать, в условиях сельской местности скутеры предназначены для асфальта. У них маленькие относительно мопеда-колеса, более короткоходная подвеска, высокий центр тяжести и меньшая устойчивость. Плюсы автоматической трансмиссии, как правило, перевешивают для пользователя эти особенности. Но стоит учитывать, что автоматическая трансмиссия таит в себе некоторую опасность. В скутере нет такого механизма, как сцепление, то есть, проще говоря, связь между ручкой газа и вращением колес есть всегда, поэтому неаккуратное обращение с ручкой газа может повлечь неправильное или даже опасное движение скутера. Что посмотреть, скутеры подешевле Джоггер, Слэш, Сити Пиджи, скутеры покрупнее, Визард, Вектор, Кобальт. Простые мотоциклы. Дачники, которые хотят что-то помощнее, чем мопед, но в рамках того же набора критериев, низкая цена, простое обслуживание, экономичность, много багажного места и готовы заморочиться с атрибутами мотоцикла, мотоциклетные права, ЭПТС, номера, страховка, налог или эти атрибуты игнорировать, присматривают себе, как правило, простые мотоциклы, такие как индийский баджадж, боксер 150 или китайский интрудер 200. Плюсом по сравнению с мопедами, в рамках все той же бюджетности является более мощный двигатель, возможность ездить на более высокой скорости и более серьезные размеры и грузоподъемность, если это имеет значение, ну или просто душевная тяга к мотоциклам, нежели к мопедам. Рассматривая этот тип мототехники на дачу, стоит присмотреться и к следующему типу мотоциклов в этой публикации. Особенности простых мотоциклов, ограничивающие их применение, это более дорожная подвеска, которая при езде на скорости по ухабистой дороге, что в дачных условиях не редкость, не так комфортно, как подвеска легких софт-эндуро. О них далее. Что посмотреть, Bajaj Boxer 150X Intruder 200, Hunter 200. Лёгкие софт-эндуро. Это тоже самые недорогие мотоциклы, к которым относятся все то, благодаря чему покупают для дачи простые мотоциклы, о которых идёт речь в предыдущем пункте. К этим моделям можно отнести, например, Fireguard 200. Некими минусами по сравнению с простыми мотоциклами является более спортивная посадка, которая не очень подходит людям постарше. Ну а плюсом является другая подвеска, более энергоёмкая и внедорожная, которая с комфортом несёт водителя даже по очень ухабистой просёлочной грунтовке, местами засыпанной шлаком и битыми кирпичами. Что посмотреть, Fireguard 200. На этом всё. Спасибо, что посмотрели данный ролик. До скорых встреч!